Нашей страной на освобожденных территориях обнаружены массовые захоронения. Это при том, что Армения факты их наличия во время оккупации азербайджанских территорий скрывала. В Ереване утверждали, что им ничего не известно. Это неприемлемо, заявил на этой неделе глава МИД Джейхун Байрамов. Как же понимать обещания премьер-министра Армении о сотрудничестве в этом направлении? Что мы слышим сейчас? Министерство иностранных дел Армении вдруг от своих обещаний отказались. Тем не менее, официальный Баку и впредь будет поднимать этот вопрос. Пришло время международным организациям усилить давление на Армению по этому вопросу. В интервью итогом недели известный российский политик, журналист Максим Шевченко подчеркнул. Тема довольно щепетильная и трудно решаемая. Естественно, она будет мешать процессу делимитации и демаркации границ. Когда военные хоронят погибших солдат или гражданских другой стороны, то они, как правило, фиксируют место захоронения. Когда это делают сепаратисты, партизаны или повстанцы, вряд ли они это записывают, координаты и где кто кого закопал. Поэтому я думаю, что это препятствие, которое будет очень трудно разрешить. Но делимитация границ по-прежнему нужна. Проблема в внутренней политической ситуации в самой Армении, где та часть армянского истеблишмента, которая нацелена на конструктивное строительство будущего, она встречает яростность сопротивления той части армянского истеблишмента, которая хочет оставаться в прошлом. Делимитация границ поставит жирный полмесяц, будем говорить в исламском контексте, с азербайджанской стороны и жирный крест с армянской стороны. Это же понятно. Как только лимитация границ произойдет, будет подписано соглашение, то все деятели так называемого Арцаха сразу окажутся вне закона. Поэтому, естественно, те силы, которые стоят за ними, будут всячески препятствовать лимитации границ. Во время Первой Карабахской войны у нас пропали без вести почти 4000 человек. Информацию о местах их захоронения нам не предоставили. Азербайджан, напротив, сразу после 44-гневной войны, исходя из принципов гуманизма, передал противоположной стороне останки более 1700 армянских военнослужащих. Мы даже не ждали ответного шага. Сегодня официальный Ереван говорит о заинтересованности в нормализации отношений с Турцией и подписании мирного договора с Азербайджаном. Но для реализации всего этого там мало что делают. В конце концов, лучшим памятником погибшим является восстановленная Шуша, дорога, возвращение сотен тысяч, может быть, миллионов людей на освобожденные территории, разминирование, нормальная жизнь, восстановленная на всей территории Азербайджана до последнего квадратного миллиметра суверенной азербайджанской земли. Лимитация границ – это очень сложный процесс в данном вопросе. Очень сложный. Потому что, еще раз говорю, с армянской стороны на данный момент не может быть единой позиции по этому вопросу. И надо поддерживать Пашиняна и все здоровые силы армянского общества, которые на данный момент стали здоровыми, в вопросе реализации платформы 3 плюс 3, которые тоже невозможны без лимитации границ. Очень много связанных вещей. Продолжение следует...